Вопрос ремонта здания школы в Успенском назрел давно. Сложно представить, что это здание 1939 года постройки. Красивое крыльцо, ухоженная зеленая территория, современная плитка перед учебным заведением. Но все это лишь с виду. Мы понимаем, что время идет, происходит не только моральный, но и физический износ. И наша задача удержать школу на должном уровне. И в 2018 году была разработана концепция поддержания школы. И в рамках этой концепции мы провели экспертизу здания. Были проверены фундаменты, были проверены несущие способности стен, межэтажных перекрытий. Как рассказали в территориальном управлении, одним из самых важных моментов при проведении экспертизы было аварийное состояние электропроводки в классах и коридорах школы. На данном этапе уже проведены работы по замене алюминиевой проводки на медную. Кроме того, на смену люминесцентным светильникам пришли светодиодные, обладающие такой же яркостью, но меньшей мощностью. Это помогло существенно снизить потребление электроэнергии. Уже смонтированы входные группы. Аварийные выходы здания выполнены в виде крылечек с навесами. А еще в новом учебном году уроки физкультуры и спортивные мероприятия будут проходить в обновленном спортивном зале. Хочу отметить, что работы выполняются в соответствии с графиком, качественно, в соответствии с техническим заданием. И, конечно же, мы успеем до 1 сентября все работы завершить, закончить. В перечень ремонтных работ были включены и шесть классных комнат. Сейчас строители проводят замену потолочных покрытий, приборов освещения, розеток, выключателей и так далее. Ребятам будет уютно не только в классах, но и в коридорах родной школы. Я вот до сих пор нахожусь в отпуске, но не вытерпела. Приехала опять посмотреть, как идет ремонт. Мы очень довольны в этом году. Довольны ремонтной бригадой, как никогда. Очень добросовестные ребята. Я каждый день прихожу и с исполняющим директора Вячеслава Александровича мы проходим каждый день и просматриваем, как ведутся работы. Ребята очень хорошие, они знают свою работу. Чтобы успеть к 1 сентября, на объекте ежедневно работает бригада от 15 до 20 человек. Строители заявили, что все работы будут завершены четко в срок. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».